А сейчас о том, как приключения Саакашвили в Украине приняли по-настоящему страшный оборот. И о том, чем все это для него может закончиться. Сюжет Инны Томиной. Саакашвилиада началась рано утром во вторник. По киношному зрелищно. К экс-президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области с обыском нагрянули сотрудники генпрокуратуры и спецназ СБУ. Сам политик бежал на крышу восьмиэтажного элитного дома. И даже грозился спрыгнуть вниз. Упирающегося Саакашвили силовикам все же удалось снять с крыши. Его вывели из дома и посадили в авто. Но дальше все решали улица и сторонники МИХО. Толпа активистов несколько часов блокировала служебное авто. И в конце концов разбили окно и освободили Саакашвили. Правоохранители бездействовали. Дальше активисты колонной двинулись на Майдан. А затем к Раде. В это время в самой Раде события на Костельной комментировал генпрокурор. Юрий Луценко заявил, что Саакашвили предатель. А весь его протест финансируется из России. Беглым младоолигархом Сергеем Курченко. Хочу высловить великую благодарность работникам служеб безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины, которые дали возможность не допустить этого первого этапа запланованного ФСБ плану «Русская зима» в Киеве. Я сразу вам говорю, что это только первый этап из того, о чем мы знаем. В доказательства Луценко обнародовал видео и аудиозаписи, где стороны якобы координируют действия и через посредников передают Саакашвили более полумиллиона долларов. Якобы взамен Курченко надеется на поддержку своих бизнес-интересов в Украине, после того, как Саакашвили придет к власти. Я думаю, что надо просто вам с нашим другом поговорить на эту тему. Все это потянуло на статью о содействии преступной организации. Доверенное лицо Саакашвили и фигуранта записей Северена Дангадзе арестовывают на два месяца. А самого Саакашвили, который осел в палаточном городке под Радой, объявляют в розыск. А по всей этой ситуации высказывается и президент. Дедалее больше ставку враг делает на то, чтобы бить в спину, подрывать с середины, дестабилизировать ситуацию в Украине. И я неодноразово про это уже рассказал, что в Москве не шкодуют силы. Да и грошей у них, кури не клюют. И прозвище тут ни до чего. Знаете, я думал, что меня тяжко чимось удивить. Но то, что увидела и слышала, вся страна приголомшила и шоковала всех. Тем временем Саакашвили и его сторонники заявляют, записи фальшивка. Провести экспертизу перехваченных разговоров просят и депутаты. А в обществе аудиокомпромат вызывает резонанс. Одни открыто сомневаются в его подлинности. Мол, разговор уж слишком нарочитый. Другие не исключают. У Саакашвили и Курченко может быть взаимный интерес. У группы Саакашвили с группой Курченко давно взаимовыгодное сосуществование. Несколько эпизодов берем. Первый блокады Донбасса, предприятия Донбасса. Семенченко, Соболев, то есть люди, которые сотрудничали с Саакашвили, находятся в его команде. Они организовали блокаду в свое время, заблокировали железнодорожный переезд. В результате чего предприятия, которые находились там, зарегистрированные в Украине, они были там захвачены, отжаты под предлогом этой блокады. И сейчас ими управляют люди Курченко. Попытки Саакашвили получить деньги на протесты вполне понятны. Саакашвили. Не важливо, у кого брати гроши. Принципово не важливо. У дьявола, у черта, да. Ему гроши потребны на революцию. И он будет делать свои. А у тех, кто даёт гроши, трохи иншицы. То, что умеет Саакашвили, это превратит уважение. Он спецпиару, мне кажется, что он очень сильно прооценит свои значения в Украине. Это тоже очень серьезная проблема. Но ситуация в Саакашвили – это большая проблема и для власти. И как она будет её решать, непонятно. Ведь пока Запад к обвинениям в Саакашвили отнёсся с большим недоверием. Попытка арестовать Саакашвили под предлогом того, что он какой-то российский агент, выглядит крайне дилетантски. Кто поверит в эту историю? Сценарии развития могут быть разными. Пока власть заняла выжидательную позицию. Впрочем, как и сам Саакашвили. Но у Саакашвили нет массовой поддержки людей. А значит, экс-президента Грузии ждёт или арест, и, возможно, экстрадиция в США, Нидерланды или Польшу. Или же он останется на свободе в Украине. Но к нему будут применяться процессуальные действия. Будут выкликать на опыты всех, кто на этих плывках фигурует. И процессуальные действия, эксперты за плывок и так далее. И это надолго. Но пока полиция задерживать революционера не спешит. Там, говорят, всему своё время. Инна Томина и Богдан Савруцкий. Подробности недели. Телеканал Интер.